Вы готовы? Халилюя! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши небесные пирожочки, сыны Божьи. Мне так нравится высвобождать в вашу жизнь все самое великое, все самое совершенное, все самое лучшее, то, что отец вложил в меня. Мы движемся дальше, и те вещи, которые для многих из нас уже просто как аксиома, для многих это новинка. И это нормально, я даже рад, что так происходит, потому что всегда прилив новых слушателей, новых сынов Божьих. Это так здорово. По сути, ради этого мы все это и делаем. Есть в моем служении, в моих откровениях, в моей трансляции, не скрывают, что у меня есть доля всегда определенного огорчения. Я понимаю, что есть доля огорчения. Поделюсь с вами своими мыслями, своим сердцем, если это для вас, я думаю, это будет так же важно. В чем уже заключается мое огорчение? Мое огорчение, оно примерно звучит, как слова апостола Павла. Боюсь, не напрасно от них отрудиться. То есть для любого посланника, для любого апостольской личности, которая чувствует свое послание, число миссию, такие, как Иисус из Назарета, апостол Павел и другие, я в основном опираюсь на эти две личности. Естественно, номер один – это Сын Божий, явленный, прекрасный, самый прекрасный из всех бывших и будущих. Но также Павел, который дал много толкований, откровений, которых не выходило напрямую из уст Сына Божьего. Тем не менее, это не является противоречием. Так вот, эти две личности, или даже, если можно так сказать, это одна личность в разных гипостафер, транслировала иногда такую мысль, что Иисус раздражался. Он говорит, сколько я терпеть еще буду ваше неверие. Или вы не можете это понять, потом поймете. Знаете, вот это было, вот такие вещи, они говорятся обычно в сердцах. Знаете, ну, например, слово выражения, которое он в сердцах сказал, типа, когда уже? Павел вообще говорил, не напрасно ли я трудился? Не напрасно ли я трудился? Я когда смотрю, что вы несете вообще, он им говорит, а что вы делаете? Говорит, так вы, у которых перед глазами так ясно было все начеркнуто, что с вами? Вы же шли хорошо. Иногда такие вопросы мне хочется реально задавать моим слушателям, которые меня слушают, по два, по три года. А некоторые еще и больше. Некоторые вообще меня знают 10 лет. И то, что должно было уже становиться как железобетонное основание, такое неизбираемое основание, такой краеугольный камень, их позиции, оно по сей день у них все вызывает сомнение. Большинство людей балансирует на доктринах. Большинство людей балансирует на мышлении Ветхого Завета. Я сейчас буду говорить только в контексте сверхъестественной жизни. И в Ветхом Завете сверхъестественной жизни не было. Были сверхъестественные явления, были сверхъестественные попытки жить, попытки жить сверхъестественно. Все такие случаи, они назывались посещениями. Господь посетил свой народ. Когда речь идет о сверхъестественном, послушайте, что обычно говорят. Люди обычно говорят, ну, сверхъестественная жизнь, это когда происходят чудеса, когда происходят исцеления, когда мы что-то делаем сверхъестественно, и вот оно проявляется, как явление. А на самом деле есть такое понятие, как хождение в сверхъестественной жизни. Не явление, не проявление, а нахождение в сверхъестественной жизни. И когда мы говорим о сверхъестественном, ты сам себя проанализируй. Ты говоришь о явлениях или о хождении. Библия называет эту жизнь обновленной жизнью. То есть это вообще другая жизнь, жизнь воскресения. И это касается не только, как мы привыкли думать, что исцеление и какие-то отдельные чудеса. Это вообще то, что мы говорим, жизнь в небесной цивилизации, сообщество духов. И вот, друзья, смотрите, я хочу вам показать, что на самом деле Сын Божий, Он именно такую жизнь и принес. Он такую жизнь провозгласил. Такую жизнь Он сказал именно проповедовать. Евангелие Царства. Хорошая весть. Царство, владычество. Прежде чем войти в такую жизнь, наш вход и выход, он сверхъестественный. Понимаете? Друзья, еще раз. Услышьте меня, пожалуйста, я вас прошу. Когда я говорю за сверхъестественную жизнь, я не говорю, что, как вот сейчас модно говорить, жизнь в изобилии. Сверхъестественная жизнь, она не связана с изобилием или с неизобилием. Она связана с явлением Духа и силы Царства, которому принадлежит изобилие. Если вы думаете, что у вас появились деньги и вы живете в благословении, вы ошибаетесь. Благословение не связано ни с прибытком, ни с убытком. Благословение – это Божий Дух, который помогает управлять. Не просто помогает, дает власть управления. Власть, друзья мои, это не всегда прибыток. Власть – это когда прибытком является помазание, помазание Святого Духа. Поэтому он говорит, радуюсь откровениям твоим, как прибыли. Почему? Потому что вратами откровений изливается Святой Дух на людей. Глаза открываются, и Дух сходит на людей. Вот он наш прибыток. Есть искусство принимать в свою жизнь сверхъестественно. Искусство… Послушай эту фразу. Искусство принимать в свою жизнь и проводить через себя сверхъестественно. Сверхъестественное. И вот искусство, друзья мои, принятия, услышьте меня, искусство принятия заключается в том, чтобы свое естество открывать Богу, позволяя потоку течь. Три пункта – держать себя открытым постоянно. Первое – это благодарение. Запомни, мой друг, как благодарение производит довольство быть довольным, так неблагодарность производит недовольство. Ты никогда не будешь доволен. Поэтому благодарить – это ключ. Ну, не ключ, это течение. Благодарность – это не нахваливание Бога во имя чего-то. Нет. Благодарность – это речь свидетеля о завершенном цикле. То есть, когда ты благодаришь, ты свидетельствуешь о том, что Бог завершил, или ты живешь в завершенном цикле Бога. Ничего другого быть не может. Второй пункт – всегда помнить, почему ты вообще имеешь право быть открытым – это кровь. Она делает тебя открытым в любом случае. Завица разорвалась. Это как минимум. Это, ну, в этом все. Когда ты принимаешь причастие, вот этот путь крови, он обнаруживается. И поэтому пути крови, друзья, движется сверхъестественное Божие. Ты туда входишь и выходишь, и Дух двигается только этим путем. Принимай причастие, держи себя открытым. Вспоминай, что ты путь крови. Вспоминай, что у тебя внутри есть эта открытая занавеска, то есть разорванная. Этот портал. Причастие, как ничто другое, помогает этому. И третье – это постоянная свежесть, новизна. Это поиск. Если ты сегодня ничего не ищешь новенького у Бога, новенького в Духе, ты все, ты уже деградируешь. Вот реально все, деградация ума уже началась, как только ты день живешь не в новом. Потому что кто не собирает, тут растачает. Святой Дух, он приносит ощущение новизны, которого ты пытаешься достичь через воспринятие информации. Есть имитация новизны, а есть новизна. Святой Дух, он постоянно приносит свежесть при минимальной информации. Новая информация заканчивается, она исчерпаема, а Дух Святой не исчерпаем. Тебе нужно научиться переживать новизну от Духа Святого. Я говорю сегодня вам, друзья, о сверхъестественном. Это единственное, что отличает верующих от неверующих. Это вера в сверхъестественное. Вы знаете, я говорил вам, и везде это говорю, что верующий, он отличается от христианина. Потому что христианин – это от слова помазание. Верующий – это человек, который имеет твердые убеждения в чем-либо. Именно такие верующие чуть не убили Павла, когда он пришел им сказать о благодати. Именно уверовавшие иудеи чуть не убили Иисуса, когда он им стал говорить о сверхъестественном. Но христианин – это человек, в жизни которого действует помазание сверхъестественного. Христианин – это небесное существо, небесное создание. А Бог учил Авраама сверхъестественному созерцанию. Бог, он учил сверхъестественному. Он не просто учил доверять, а он учил сверхъестественному. Того человека, которого Бог собирался сделать отцом верующих, Бог учил не фанатизму, не какому-то посвящению, не каким-то хитростям, не образованию. Он учил его сверхъестественным проявлениям. И он выводил его по вечерам смотреть на звезды. И говорит, смотри, сынок, твоя внутренность устроена так, что тебе нужно видеть образы. Иначе ничего не будет. Представьте, Авраам усвоил язык Святого Духа, образы и видения. И представьте, что Авраам был научен этому и научил всё своё семейство двигаться таким образом. Одним словом это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь. Библия называет это, когда говорит, Иисус вошёл во внутреннее за завистью, это означает, что он вошёл в невидимое. И нам нужно понять, что внутреннее и невидимое – это одно и то же. И всякий вход в невидимое совершается через внутреннее. Это вау! Да, и поэтому, друзья, всё, что связано с невидимым, оно влечёт нас в то, что называется внутренним. И мы видим, что Авраам был научен этому, и в итоге у него получилось родить Исаака. Сара перестала быть бесподной. Но Авраам пошёл ещё дальше. Он воскрес до такой степени, что после Исаары у него ещё было несколько жён и детей. Вся эта школа сверхъестественного сделала Авраама иным человеком, который буквально верил, что сожжённый пепел его сына может снова стать живым человеком. Для чего я так подробно вам это говорю, друзья? Вы должны понять, что причина того, что Авраам стал отцом верующих, была именно вот эта сверхъестественная, феноменальная вера в сверхъестественного. И поэтому все его дети, называемыми детьми Авраама, призваны унаследовать нечто, что называется благословением Авраама. И это благословение Авраама – это сверхъестественное помазание Святого Духа. Пускай это слово не отходит от твоих уст, от твоих ощущений, от твоих мыслей, потому что написано «Царство Божье» – это праведность, мир и радость в помазании. Ну, написано дословно «в Духе Святом». А Дух Святой – это помазание на тебя. Поэтому Царство, оно в помазании. Владычество в помазании. И написано, что мы имеем доступ к Отцу в одном Духе. И этот Дух – это помазание. Халлелуя! Помазание – это та причина, которая предшествует любым твоим проблемам. Почему я так говорю? Вы читали, что Агнец был заклан еще до создания мира. Вы читали о том, что во Христе мы были избраны до создания мира. Вы представляете, что слава, которую мы имели в вечности, старше, чем все наши проблемы. Еще до того, как у нас появились проблемы. Еще до того, как Адаму пришла мысль согрешить. Вопрос с нашей сверхъестественной славной жизнью уже был решен. Отец пришел дать нам помазание. Не потому, что сатана поставил его перед проблемой. Бог никогда не действует из проблемы. Проблема никогда не является причиной, почему действует Бог. Потому, что если Бог будет действовать из-за проблемы, это означает, что дьявол заставил Бога шевелиться. Но дьявол никогда не заставил Бога шевелиться. Потому, что еще до того, как дьявол что-то начал делать, Бог уже заложил славу для твоей жизни. И если бы твоя проблема встретилась на одной дороге со славой Божьей, то слава бы сказала, «Эй, сопляк, я старше тебя на целую вечность. Тебя еще не было в зародыше, а я уже прославила своих детей. Поэтому прочь с дороги и больше не появляйся». Друзья, скажите со мной это слово сверхъестественно. Иоанн в Откровении увидел открытое небо, когда был в Духе. Если ты в Духе, небо всегда открыто. И он услышал голос из открытого неба. «Взойди сюда». И сегодня этот призыв «Взойти в небеса» сверхъестественное звучит к церкви. «Взойди сюда». Здесь не слышен голос врага. Свист стрелы. Здесь нет слез и вопли, и болезней. Состояние в Духе Святом – это то самое состояние, когда небесное и земное соединяются под главой Христа. И царство этого мира является царством Бога нашего. И Христа его. Поэтому, дорогие друзья, вера – это не система и не концепция убеждений. Вера – это сверхъестественно. Нам нужно понять, что сейчас самое время принять вызов сверхъестественной жизни. все, что только можно почувствовать сверхъестественное, все, что только можно познать как сверхъестественное, все, что только можно проявить сверхъестественное. Мы должны делать это сейчас. Халлелюя! И поэтому меня, конечно же, радует, когда сверхъестественное происходит. Все легче и легче. И я хочу сказать, что первый шаг, вы хотите узнать первый шаг к сверхъестественному? Ну, как я это вижу. Первый шаг к сверхъестественному — это понять, что ты сам по себе сверхъестественное существо. Мы сможем двигаться в сверхъестественном, ходить в сверхъестественном, прежде всего, когда мы поймём, что мы сверхъестественные существа. Ты можешь сказать, ну да, я знаю, что у меня есть Дух Святой, Но Библия говорит, что когда ты имеешь в себе начаток Духа, ты внутри будешь стенать. Точно так, как стенает всё творение. Но творение, написано, стенает, пока откроются сыны, небесные сыны. А о чём же стенают сыны, имея начаток Духа? Павел говорит, что, имея начаток Духа, мы стенаем, ожидая, что всё тело наше будет поглощено этим Духом. Иными словами, усыновлено или искуплено. И Он говорит, именно чтобы это произошло, и дан тебе Дух Святой. Сначала Дух Святой живёт в тебе, потом Он поглощает твоё мышление, а потом и всё тело. И получается, что уже не Дух живёт в тебе, а ты в Духе. И Павел говорит, делайте это. Вы должны знать, что даже не все умрут, но все изменятся. Множество раз вы можете встретить в Писании слово «облекитесь». И когда человек одевается в Дух, сверхъестественное начинает обильно, обильно высвобождаться. То, что мы имеем сегодня, это происходит даже из-за обычных маленьких попыток одеться в этом. И я хочу сказать, это легко. Павел говорит, я порабощаю тело моё каждый день. Порабощение тела происходит тогда, когда тело одевается в Дух. Оно становится послушным. Оно становится здоровым. Оно становится славным. Удивительно красивым. Оно начинает молодеяться. Тебе нужно отказаться от безумной религиозной глупости, которая говорит, ну, Иисус — это Иисус, а я же не Иисус. Но Библия не так говорит. По сути, она говорит, какой Иисус, такой и ты. А какой Иисус? А Он с неба сошёл. И Он в небе обитает. И о тебе тоже сказано. Что ты свыше рождён. Это о тебе сказано, что Иерусалим Вышний, Матерь всем нам. Ты думал, что ты попадёшь в Иерусалим на небесах? А Павел говорит, ты вышел из этого Иерусалима сюда. Ещё Небесный говорит, что Он Дух животворящий. Говорится, последний Адам — это Дух животворящий и Господь с неба. Поэтому говорится, каков небесный, таковы и небесные. Может, ты сейчас думаешь, это какое-то сумасшествие. Друзья, это просто истина. Скажут, почему же с нами не происходит, как произошло с Иисусом? Потому что первенец из мёртвых говорит, говорил, я с неба сошёл, а ты говоришь, я на земле родился. Он говорит, я знаю, куда я иду, а ты говоришь, я не знаю, куда я иду. Он говорит, я дверь, а ты говоришь, ты дверь. Друзья, но каков небесный, таковы и небесные. С нами не происходит иногда это только по одной причине. Мы не знаем, кто мы. Но разве Бог скрыл от нас это? Нет. Сегодня Божий Сын — это то, кем являешься ты. Я учу об этих вещах на курсе, и я говорю, смотрите в зеркало славы. Что это означает? Понимают, что каков небесный, таковы и небесные. Они говорят, он — дерево жизни. И я. Он — дверь. И я. Он — дух животворящий. И я. И тогда всё, что происходило с ним, начинает происходить со мной. Друзья, о нас сказано, о нас, что наше жительство на небесах, что мы имеем право питаться от небесного жертвенника прямо сейчас. Скажите, как можно взять что-то с небесного жертвенника, если ты не веришь, что ты обитаешь в небесах? Но Библия говорит, что ты посажен здесь на небесах. Поэтому если ты будешь думать, что небеса — это где-то там далеко, ты никогда не сможешь ничего брать отсюда. Ни силу, ни обеспечение, ни дары. Поэтому тебе нужно решить, ты небесный или земной. Но Иисус говорит, ты не от мира сего. Ты сверхъестественный. Ты помазание, рождённое от помазания. Дух, рождённый от Духа. Бог, рождённый от Бога. Ты скажи, я не могу это слушать. Но Библия говорит, я сказал, вы Боги и сыны Всевышнего все вы. Поэтому я хочу сегодня помолиться за каждого из вас. Чтобы Отец просто просветил глаза, и ты увидел, что ты сверхъестественное существо. и начал оперировать сверхъестественными способами, методами, шагами. Ты хочешь как-то? Тогда давайте помолимся. Отец, я благодарю тебя, что каждый, кого ты родил, это Личность, сшедшая с небес. Это Личность, оперирующая, обитающая в небесах. И здесь, на небесах. Здесь, на небесах. Царство Божье. Это Дух Святой. Здесь и сейчас. Скажи, я помазание, рождённое от помазания. Дух, рождённый от Духа. Слава, рождённая от Славы. Радость, рождённая от Радости. Торжество, рождённое от Торжества. Смех, рождённый от Смеха. Дух Животворящий. Рождённый от Духа Животворящего. Я живу в Духе. В небесном своём жилище. Моё тело — участник в Славе. Елей Небесный. Он может проявляться на мне физически. Видимо. Появление золотой пыли. Драгоценных камней. Силы для исцеления. Материализация. Сверхъестественное появление финансов. Чудеса. Всё это. Это моя среда обитания. Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебя за то, что помазание сверхъестественного. Помазание, которое будет учить сверхъестественному. Сверхъестественно смотреть глазами. Сверхъестественно слышать ушами. Сверхъестественно чувствовать течение силы по рукам. Можешь чувствовать, как в груди сейчас идёт этот поток с густой Божий свет. Это сила, которую ты легко можешь исцелять. Освобождать от демона. Наслаждаться питанием с неба. Вкушать торжество. О, и это то самое чувство, которое притягивает обеспечение в твою жизнь. Как говорил Давид. О, я как получивший великую прибыль. Фух. Скажи сейчас несколько раз со мной. Помазание. Скажи так, чтобы почувствовать. Небесное масло. Мои следы. Источают. Помазание. Всё, за что я берусь руками. Оказывается, помазание. Силой Божьей. И приносит плод. Я сверхъестественный. Я с неба сошёл. Халилюя. Я благословляю тебя, мой друг. Жить сверхъестественной жизнью. Именно только это является жизнью веры. Всё остальное просто идеология. Хе-хе-хе. Скажи, я буду это делать? Халилюя. Амэн. И вот, друзья, просто берите и начинайте. Прежде чем делать что-то естественное, подумай, как можно сделать это сверхъестественным. Например, у тебя завтра тяжёлый день, сходи в завтрашний день в духе и оставь там помазание. В кабинете начальника, у твоих партнёров, заминируй всё помазание, и ты увидишь, как будет проявляться сверхъестественное. То, чего ты не видел раньше, помазание — это наше сокровище, это наше наследие от Давраама. Халилюя. Ну ты зарядился сверхъестественным или нет? Скажи, я буду жить как дух животворящий. Халилюя. 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 Продолжение следует...